ребята всем привет напишите пожалуйста как меня слышно видно я уже поняла что видно и конечно же напишите как слышно вот а я пока расскажу давайте отвечу на самые на самые популярные вопросы которые мне задают и вы пишите тоже вопросы под и под эфиром который сейчас идет так все хорошо все слышно мне пишет а здорово ну смотрите ребят по вопросам во первых мне сейчас много вопросов задают про новый год про новый год мы на пизде под эфирами под stories я каждый день выставляю stories в телеграме это в моем личном телеграме вверху в кружочках не всегда вспоминаю что их нужно еще разместить чтобы посмотрели на других каналах в телеграме поэтому кому интересно то там смотрите вот и про новый год новый год это будет в сочи в горах вот конечно же будут практики но это будет это будут те практики которые больше не будут повторяться то есть это будут практики где скапливается самый мощный энергообмен практически со всей планеты просто в другие в другое время это практики не на повышение уровня выбрать вибрационного потока да она правильное принятие чтобы вас не порвало то есть это не то что нужно что-то заряжать что-то еще это именно для перехода вас ваше физическое тело ваше психологическое состояние на новый уровень осознанности это как ключик который бывает только раз в году с этим ничего не поделаешь у нас такой энергообмен он бывает только раз в году тихо выключить звук звук выключи вот там будут там будет звуковая вибрационная практика на двух разных и территориально переданных и территориально созданных и территориально заряженных бубна вот без этого конечно же как мы но это будет немножечко другие вибрации конечно же там вот много других инструментов там будет веселье которое касается и взрослых и детей и бани но стол будет стоять в другой комнате то есть у нас стала чтобы не будет мы мы с детьми уже много лет вообще не справляем никакие никакие праздники за столом вот и было бы здорово если бы и другие наши ребята приобщались к тем насколько это бывает интересно когда ты не забиваешь себя непонятно чем да не важно чем вот это конечно же будет горная баня первое числа где после определенного принятия энергетики мы будем смывать следующее то есть там очень много будет всего но ребят там очень у нас ограниченное число мест и там по-моему совсем мало осталось потому что мы не будем там это не будет какой-то так чтобы огромным огромным количеством людей то есть мы хотим это сделать достаточно маленько маленьким кругом небольшим вот чтобы чтобы максимально все успеть успеть сделать с вами вот это первый момент второй момент спрашивали про рассказали что будет новая практика но она будет мы туда возьмем максимум пять человек она будет проходить в бане это будет глубокое погружение через выход тела когда и мозг теряет теряет контроль над телом и понятно что это баня будет не 80 90 градусов да это будет максимум 40 градусов для того чтобы нам вывести уровень сознания в другую точку восприятия температурного режима через тело и там будет именно пересборка пересборка физического тела очищение крови восстановление органов на место но это будет не латки какие-то нет ни в коем случае это будет именно через глубокое погружение в свое тело вот эта практика будет длиться четыре часа и туда мы возьмем всего пять человек потому что только пять человек за это время я смогу проработать вот это будет скорее всего в декабре возможно двенадцатого 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 вот мы еще дадим информацию вот ну и там вопросы такие что в следующие ретриты следующий будет в питере потом в екатеринбурге планируем в сочи в сочи тоже он будет но у меня там достаточно достаточно плотный график и мы сейчас сориентируемся но когда мы сможем то есть от наверное месяца через два не раньше наверное через месяц не раньше точно сможем сориентироваться когда у меня выстроится график по другим проектом и тогда уже туда впихнуть сочинский ретрит вот потому что скорее всего ребят будут ретриты проходить в сочи наверное питер и екатеринбург это возможно последние места куда я буду ездить не хватает времени на проезд чтобы ездить другие там города на ретриты и я там не могу делать продолжение то есть там послушайте ребят которые ездили на продолжение после сочинского ретрита в горы на красную поляну там другие ощущения другие доработки были и в других городах не очень это получается тем более в зимнее время года вот а в сочи это конечно же вполне возможно в любое время года поэтому может быть еще и поэтому там уже посмотрим ребят пишите вопросы вот и сегодня сегодня какую бы тему я хотела раскрыть это во первых мне мне не не а во первых мне задают вопросы о том что смотрят каких-либо спикеров и говорят а вот тот сказал вот так вот входить в автономию а тот сказал вот так входите в автономию а тот сказал вот так знаете ребята наверно просто отвечу на ваш вопрос если у вас идет какой-то отклик пробуйте через свое тело потому что наверное каждый хочет все-таки же каждый кто рассказывать это на экранах он же не хочет это разово что-то вам рассказать он в любом случае хочет донести до вас какую-то изюминку может быть эта изюминка на вас сработает а то что был этот человек в автономии либо он там голодающий либо малоед и призывает к автономии но возможно в его контексте вы что-то услышите то что нужно именно для вас осудить там вообще никто не был в этой автономии знаете мне кажется если раньше мне было смешно читать посмотреть там название книг да я расскажу как правильно как как легко рожать я расскажу как срываться беременным на таком-то сроке и если автор мужчина для меня это было конечно же смешно вот точно так же как и раньше я относилась к тому что он человек который кушает ведет лекции как войти в автономию а сейчас я понимаю что возможно он знает методику возможно и и чувствует но по каким-то причинам он не может сам перейти не буду даже углубляться по каким вот но наверное что то есть в этом просто единственное что я не 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 одобряю таких моментов кота с которыми я периодически сталкиваюсь когда например те же ребята некоторые там приходят ко мне и говорят а как мне вот выйти там вот настолько-то дни не единия на столика вот я знаю что у них там в их в их опыте например вот столько вот сухих дней до позиционируют они что вот столько но это наверное когда вы столько не пройдете чтобы вы не услышали что говорит другой чтобы вы не начали переносить на свое это будет всегда не ваше потому что то как прочувствуете каждый день каждый свой новый опыт каждую свою крупиночку в своем теле в своем теле так и и не прочувствует никто и когда вы это сказали а потом пошли на другие сроки и у вас получились другие результаты как вы обыдеть они скажете они ведь так важны поэтому если у вас есть этот опыт ваш опыт не пересказанный после кого-то о ваш то конечно же делитесь а если его нет то как бы но это теряет всякий смысл терять смысл для вас в первую очередь вот на этот вопрос ответила дальше пошли вот потом ребята тут меня тоже в очень много вопросов было про медитацию чтобы провести какую-то совместную медитацию общую медитацию ребят медитация это вот сейчас она настолько распространено в нашем социуме медитация это такой стал обесцененный какой-то ресурс что сейчас я не знаю там каждая домохозяйка между спортзалом и маникюрчиком успевает помедитировать там мужчина там проснувшись и перед тем как позавтракать он помедитировал и поехал на работу там у него заняло какое-то время ребят медитация все-таки как я ее воспринимаю это другое медитация это не просто посидеть в тишине и что-либо почувствовать ведь очень много исследований исследований в том числе тибетских монахов которые вы можете даже посмотреть если у вас не было возможности пообщаться с людьми которые находятся в глубоких медитациях если у вас не было возможности изучить через себя как меняется ваш ваш мозг как как вас протекает нейронные связи то посмотрите научные статьи именно научные не попсовая вот это вот пересказывание из уст в уста вы все наверно знаете что такое глухие телефончики как они работают и наверняка все с ними сталкивались как минимум в детстве да это же абсолютно другой процесс у меня был небольшой опыт когда в определенном состоянии я исследовалась я исследовалась мне там надевали вот такую вот шапку из проводов вот это был первый момент вторая стадия это когда шапка из проводов и суда вот определенные с определенными фиксациями и на ноги это был второй момент и там были с разными стадиями погружения абсолютно разные результаты но результаты они если вы выходите именно в состояние медитации не состоянии медитации это никогда вот это вот образно говоря когда вас выбрасывает из физического тела да это не когда во сбрасе для физического тела это когда вы становитесь больше чем физическое тело это немножечко другой процесс И ваше левое полушарие, оно, вообще правое левое полушарие у нас на сегодняшний день задействовано на достаточно небольшой процент. И когда вы находитесь в медитации, то у вас, получается, задействованы те доли мозга, которые в обычной жизни не задействованы вообще. И когда они открываются, это вот здесь вот они, вот эти вот доли мозга, и когда в глубокой медитации у вас происходят определенные процессы с вами вне вашего тела, когда тело находится в вас, ваш мир тотальный и внутренний, и наружный, он становится настолько же большим, насколько большими становитесь вы. То есть, вот смотрите, вы в теле, в состоянии медитации, потом уже вас становится, это не состояние медитации, становится это состояние вас самих, когда вы находитесь постоянно в этом моменте, то вы становитесь, вас тело становится. И чем больше становитесь вы, тем больше становится вот этот вот пространство. То есть, вы уже видите не просто пространство, а вы становитесь этим пространством. И это пространство, оно настолько большое для вас, чем вы можете стать, каким пространством вы можете стать, насколько вы готовы через физическое тело принять эту плотность. Я бы, наверное, так сказала. И это, конечно же, в определенный момент вы понимаете, что вы становитесь больше, чем этот шарик, чем глобус. И когда этот глобус становится уже в вас, вот там уже происходят абсолютно другие состояния. Тогда у вас нет состояния, состояния конечности, либо бесконечности. У вас нет состояния временного сегмента, у вас нет состояния вязкости и вибрации. Для вас теряется момент энергетического потока, потому что вы становитесь единой субстанцией, которая больше, чем энергетический поток. Это очень сложно объяснить словами, действительно сложно. Но когда ребятам удается входить вот в это состояние, они понимают, о чем я говорю. Может быть, кто-то из вас понимает даже больше, чем я говорю. Может быть, кто-то чувствовал больше. И когда были исследования тибетских монахов, то ученые официально признали, что в состоянии медитации человек, находясь видимо, видимость в своем физическом теле, находится далеко вне этого тела. У человека происходит активность той доли головного мозга, которая у обычного человека не задействована. За счет этого подается импульс в физическое тело, где физическое тело замедляет весь процесс работы внутренних органов в своем физическом теле. Где он может, если ему надо опуститься в свое физическое тело, где он может менять структуру своего физического тела. Потому как тело, он находится, тело находится в нем. То есть, если я буду в телефоне, то я оттуда мало что сделаю. А если я больше, чем телефон, я могу поменять чехол, могу зарядить, не зарядить этот телефон. Я могу протереть стекло, я могу разбить этот телефон. То есть, я могу с ним сделать все, что угодно, когда я не в нем, когда я больше, чем этот телефон. понимаете о чем я говорю и вот как раз состояние медитации это то когда ты являешься этим пространством в котором ты сейчас есть когда ты можешь выйти вне всей субстанции которую ты видишь изне как из окошка когда ты можешь выйти на улицу вот это и есть когда мы говорим просто остановить мысли там еще возможно это какая-то первая стадия но не зацикливайтесь на этом идите дальше идите глубже только тогда через это вы можете понять насколько все большое насколько все глубокое и насколько не интересны те моменты которые могут быть связаны с мимолетными эмоциями с любыми эмоциями которые временны с любыми эмоциями которые пшик в том числе и да вот ребят медитация для остановки беспокойного ума это это первая стадия она безусловно я не в коем случае не обесцениваю вот но потом уже когда ты когда ты становишься этой этой субстанции этим сгусткам там уже нет этих понятий далеко нет вот это остановку ума еще что то то есть ты вне ума ты уже далеко за ты вырастешь из этих штанишек и это уже будет ты уже даже на это это в твоем мире перестанет существовать как как вообще в принципе что-либо такое на что можно обратить внимание этого не будет твоем мире то есть если в твоем мире предположим нет ты знаешь что такое вата ты знаешь что такое стул в твоем мире нет ватного стула то ты не будешь о нем каждый день вставать и думать ой как же сегодня буду сидеть на ватном стуле провалюсь ли я сегодня сломается ли он сегодня, а как я буду, то есть ты не будешь об этом думать, ты как бы знаешь, что это возможно, сделать ватный стул, но у тебя не будет мысли о нем думать каждый день, может быть, конечно, после сегодняшней эфиры и подумаете, но вы понимаете, о чем я говорю. То же самое, что когда ты выходишь в глубину, в состояние себя, подключая иные сферы вашего сознания, то для вас становится неактуальным беспокойство, не беспокойство, вы уходите за пределы ума, в вашем мире, вот в том мире уже, куда вы выходите, там не существует ватного стула, он не интересен, что по нем думать. Ребят, если есть вопросы, задавайте, если нет вопросов, то я работать. И да, если кому-то нужна кошечка, пушистая и красивая, то, ребят, кошечка еще осталась, котенка рыжего забрали, великолепные люди, где он просто сейчас кайфует. Осталась только кошечка у нас. Пока она маленькая, пока хорошенькая, ее будет здорово взять. Она очень ласковая. Ребят, не вижу вопросов, наверное, вопросов нет. Я, если честно, только сама недавно приближала домой, я еще не успела посмотреть все вопросы, были ли еще какие-то. вопросы. Но я думаю, что мы их в четверг обязательно озвучим, если будут они еще. Какой-то вопрос пришел, не понимаю, что за вопрос, или просто Степ какой-то. Либо раскрывайте свой вопрос, либо я даже зачитывать не буду. Да, ребят, и еще тоже вопрос про консультации. Есть ли такой момент, чтобы вести через консультацию еще что-то? Да, есть, но вы можете сделать это, когда вы раскрываетесь не только через себя, когда вы не можете сформировать какие-то вопросы по каким-либо причинам, потому что вы даже никогда не думали посмотреть в эту сторону, то очень здорово будет. Есть такой марафон, он скоро запустится в 20-х числах, 20-го, 25-го, марафон «Возможности меня». Это очень глубокий марафон, и он с очень ограниченным количеством человек, там до 7 человек у нас максимум, где мы каждый день в течение 7 дней прорабатываем прям глубинно, максимально. Ребят, я прорабатываю, и каждый раскрывается не только через себя, но и через другого. Это действительно достаточно мощный марафон, и я его запускаю очень редко. Он у меня бывает только 2 раза в год, вот, и 2 раза в год я беру только вот до 7 человек. Все. И да, он у меня был после Нового года, сразу же, и вот перед Новым годом будет. Вот. Чаще у меня не получается, но он прям такой. И, конечно же, в следующий раз будет цена абсолютно другая, потому что сейчас цена этого марафона практически как цена до Нового года, такую цену. Поэтому, если кому-то интересно, у вас еще есть время присоединиться, все контакты под видео, конечно же, пишите, либо пишите в какой-нибудь из чатов, либо администраторам, и они обязательно ответят, либо на крайний случай пишите мне, просто я не всегда успеваю отвечать лично на личные сообщения, их достаточно много. Поэтому вот такой вот. Ну, вопросов больше нет, тогда, ребят, я с вами прощаюсь, была очень-очень рада опять с вами поболтать, еще хотя бы кусочек маленький вам раскрыть. И, да, клуб, клуб, ребят, сейчас, вот как я вам сказала, то есть если в клуб второй раз я не планирую, ребят, возвращать. Много сейчас сообщений, как бы верните, я забыл там еще что-то. Возможно, я сделаю потом акцию, но сейчас я точно, я не могу сказать, что это будет, возможно, я ее сделаю, возможно, никогда не сделаю. Возможно, это останется то пространство, где люди прям ценят. Потому что там я, я не, там не будет попсовых эфиров, то есть там есть и там эфиры, каждый ретрит, ребята там присутствуют три дня, то есть которые у нас полноценные дни, у нас ребята присутствуют, я включаю камеру, они это видят. На глубоких практиках все, что по смене крови, еще что-то, я вижу какие отзывы, я вам иногда скидываю, то, когда у меня бывает время, что ребята там чувствуют. Да, это не вживую, но не у всех есть возможность приехать действительно, и они проходят с нами эти глубинные практики, у них они остаются в записи, они их прослушивают по несколько раз. Там другая информация, там нет той информации, она никуда никогда не пойдет, если там кто-то там украдкой не снимет, но это нет у меня таких ребят. Поэтому там вход, вы входите, там не такое уж он, и небольшой, минимальный, там меньше тысячи рублей, но там абсолютно другая у нас атмосфера, то есть там именно на то, что готовность раскрываться по-другому. И в клубе будет эфир в ближайшее время, и там мы поговорим про кровь, там была медитация глубокая по очистке крови и по замене, то есть мы полностью меняли кровь, и есть у меня даже результаты ребят, которые мне написали уже, которые очень приятны, что когда после медитации, после одной медитации даже, у людей уходили те болезни, которые врачи много лет ставили, что это все, это без вариантов. Я не могу сказать, что это прям медитация по действию, но по крайней мере вот такое случилось, и такое случилось уже с тремя, и я думаю, что если бы даже случилось с кем-то одним, то это уже победа, это уже круто, это уже классно. Когда вы вычищаетесь физически, когда вы понимаете, что ваше физическое тело больше на вас так не давит, оно больше вас так не оттягивает, тогда вы можете заняться собой. Вы можете войти в глубокие погружения медитации, где вы можете исследовать тот мир, в котором существует ваше физическое тело. И ваше физическое тело вы можете подстроить под тот мир, который вы прочувствовали. И это, поверьте, ребят, это абсолютно другие чувствования, это абсолютно другие ощущения, это абсолютно иной спектр жизни, другого качества. Так оно и есть. Очень приятно вас видеть и слышать. Вы чудесная, прекрасная. Спасибо, Диларочка. Да, и скоро выставляем отзывы, послушайте, как ребята реагируют. Мы еще хотим сделать, чтобы ребята после, где-то, когда проходит, например, месяца два после ретрита, что их догоняет, какие процессы с ними происходят, чтобы вы понимали, насколько это все, что это не просто так после ретрита с какими-нибудь горящими глазами, а как это происходит потом. Что потом у них меняется, как они по-другому начинают ощущать. Вы, конечно же, видите, потому что вы видите, что уже достаточно много людей приезжают на второй, на третий, на четвертый ретрит, и они рассказывают, почему они приезжают, что у них в жизни менялось, что у них, насколько они становятся другими. То есть я даже могу сказать про Анюту, которая бывает практически на многих встречах, которые в Москве проходили. На третьем, по-моему, на ретрите была. Да, и вот еще куда-то она с нами едет, точно. И когда она приехала первый раз, что там просто так, ааа, что-то там, приехала, чемодан забыла в поезде. Потом, когда поезд ехал уже в другую сторону, ей через два дня этот чемодан вернули. То есть вот такая вот вся обезбашенная. И когда она сидела вот в Москве, вот на этом ретрите, который был в Москве, это человек абсолютно другой, который за это время настолько, настолько стал плотным для самого себя, который чувствует энергии, который видит, начинает видеть другие миры, который говорит, вот за тобой там, вот я вижу вот это, вот другой так стоит и говорит, ну да, как бы. И вот это просто настолько все по-другому, настолько все глубоко. И это же сам человек открывается, это сам человек, который не понимал, что с ним происходит. Когда она говорила, сидела и говорила, что я вообще не знаю, на медитации всех что-то слушают, до всех что-то доходит, а я сплю. Но вот как так? Вот на меня ничего не доходит. Я говорю, подожди, у тебя все внутри. Говорю, этот цветочек, эта семечка, которую я тебе закинула, это не звук, это не голос. То есть, ребят, с вами я разговариваю. Если вы, если у вас есть аппаратура и вы послушаете вот эти вот герцы, то вы увидите, что человеческий голос, он примерно идет на 70 герцах, да? Мой голос идет на других герцах. Это не для того, чтобы вы воспринимали через ум ту информацию, которую я говорю. Чтобы ваш ум не делал, как бы он не отбрыкивался от какой-то информации, знания вкладываются в вас. И тело по готовности будет его просто открывать. Я вас всех обняла. И прекрасного вам продолжения этого прекрасного мира.